Итак, после тяжелого, важного и ответственного турнира мы решили приобщиться больше к искусству. Сегодня мы в гостях в замечательном месте. Это галерея искусств, арт-галерея «Вещь себе». У Марии Богдановой в гостях. Человек, который очень много помог нам по проведению турнира, принял в нем в качестве, скажем так, нашего коллеги посильное участие в качестве украшения зала. И я бы хотел задать ей несколько вопросов именно в плане того, какие положительные эмоции, может быть, принесло ей это мероприятие, какие интересные моменты она сумела для себя отметить. Что-нибудь расскажите нам по вчерашнему мероприятию и по вообще вашему отношению к исторической реконструкции и к нашему клубу в частности. Надо отметить, что я очень давно знакома с замечательными людьми, которые занимаются исторической реконструкцией. Я считаю, что это здорово. Впервые я столкнулась с этим далеко не здесь, столкнулась за границей, в Испании, где посетила просто великолепнейший турнир, организованный по правилам исторического боя, который был проведен в рамках разника дня города. И с тех пор я не переставала интересоваться этой темой, и поэтому была очень рада узнать, что люди, при этом мои друзья, знакомые, мои одногруппники практически, занимаются этим здесь у нас в России, причем занимаются на очень профессиональном, очень ярком уровне. Поэтому мне всегда было интересно участвовать в подобных проектах, связанных с историей, связанных с искусством, связанных с красотой восприятия мира, с каким-то особенным видением. Поэтому я всегда стараюсь, чем могу помогать проведению этих мероприятий. В этот раз, когда Александр мне сказал, что турнир будет интересный и юбилейный, я с большим удовольствием предложила свою помощь. Они сначала очень долго отказывались, потом все-таки позволили мне принять в этом участие. Вот. Надо сказать, что для художника эта тема очень интересная. Вообще для любого русского человека Шекспиру он очень близок, потому что там все как у нас, когда ничего не понятно, и знаменательная эта работа. Называется она. Так, здравствуйте, дорогие друзья. Мы находимся в галерее искусств в городе Нижний Новгород. Придя в эту галерею, меня заинтересовала картина достаточно известного художника Данилова Александра. Это художник, который родился в Сибири. Потом начал он свой творческий путь в Нижнем Новгороде, после чего эмигрировал в Италию. И уже в Италии, то есть эта картина написана уже в период жизни его в Италии. Его очень интересует тема принца датского, Гамлета, вообще Шекспира. И у него порядка 30 картин, которые связаны с принцем датским. Вот одна из них здесь представлена. Соответственно, здесь он представляет нам принца не таким, каким мы привыкли его считать по произведениям Шекспира. То есть он гораздо моложе, чем в произведениях. Это еще совсем молодой, совсем даже, я бы сказал, юный мальчик. Но при этом он еще недостаточно хорошо осознает, что впереди его ждет, что он наследник трона. Но, однако же, жизнь диктует свои правила. Поэтому мы видим то, что он уже пусть в маленьких, но тяжелых и достаточно серьезных доспехах. В руках у него меч. Меч, собственно, и символизируется, что именно за счет вот этой разницы в росте человека и меча, то есть меч достаточно огромен, что он еще как бы не готов физически к свалившемуся на него бремени. Кроме этого, изображен бойцовский пес. И можно, в принципе, сказать, что, наверное, бойцовский пес здесь представляет собой, как представляет ту самую власть. То есть это очень серьезная, серьезная такая вещь, власть, в виде вот этого огромного пса. И зависит все вот от этого маленького человека, сможет ли он эту власть приручить и воспользуется ей правильно. Или эта власть поглотит его, и не только его, наверное. Собственно, поэтому мы видим такой красный ошейник, и он переходит в красный фон за фигурой юного принца Датского. И это красный, как мы понимаем, это символ крови. Что любая власть, это обязательно кровь. Ну, я думаю, именно это хотел сказать художник. Я все сказал.